ИФМЕ-22 за 4. Форум по математическому образованию. Студенты Института дизайна и пространственных искусств преобразили Казанский аэропорт. Научный полк Казанского университета. Виталий Гинзбург. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Лилия Мухамединова. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин принял участие в заседании Совета по культуре и искусству при Раисе Республики Татарстан. Раис Республики Рустам Мениханов подчеркнул, что сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, осмысление в целом национального культурного кода, лежащего в основе безопасности страны, требует комплексных научных исследований, их интеграции в текущую деятельность учреждений культуры. Он также обратил внимание на вопросы в части подготовки молодых ученых, обеспечения преемственности гуманитарной научной школы, повышения активности и эффективности культурно-просветительской деятельности. Рустам Мениханов напомнил, что для решения этих задач правительством Татарстана в свое время специально созданы отраслевые научно-образовательные кластеры. Министр культуры Республики Ирада Аюпова в свою очередь сообщила, что в 2022 году на базе Казанского государственного института культуры был создан центр прототипирования, где разрабатываются и тестируются новые технологии и идеи, способствующие развитию культуры. Не обошла она стороной и значимые события, которые состоялись в регионе благодаря значительному вкладу ученых, в том числе Казанского университета. Так, в 2023 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО внесли объект Астрономический обсерваторий КФУ. По словам министра, особую значимость включения казанских обсерваторий в список придает тот факт, что объект одновременно имеет архитектурную и научную ценность. 25 марта начался пятый международный форум по математическому образованию ИФМЕ-2024, который собрал ведущих специалистов для обсуждения актуальных вопросов в области математики и образования. Участники форума обменялись опытом, представили свои исследования и искали новые подходы к преподаванию математики. Стоит отметить, что ИФМЕ-2024 стал ключевым событием в мире математического образования и смог вдохновить ученых и педагогов на дальнейшее развитие этой науки. Подробности узнаете далее. Казанский федеральный университет на протяжении многих лет занимается решением актуальных проблем преподавания математики в вузах и школах не только Республики Татарстан, но и страны в целом. Так, на площадке Высшей школы государственного и муниципального управления прошел пятый международный форум по математическому образованию ИФМЕ-2024. Он собрал светлые умы России в одном месте и предоставил возможность объединить свои силы для поиска ответов на самые важные вопросы современной науки. Во второй день мероприятия с приветственной речью выступил первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета, доктор физико-математических наук Дмитрий Таюрский. Он отметил важность изучения математики для понимания естественных, исторических и экономических наук. Сегодня жизнь показывает, что математическое образование нужно не только для тех, кто занимается естественными науками, но, правда, левым сегодня прислушивственный интеллект, робототехник, может, уже, по-моему, ленивый не говорит. Сегодня без математики невозможна биология, генетика невозможна без математики, сегодня невозможна экономика, естественно, тоже невозможна без математики, только вопрос, научить их правильно все считать. В истории математические методы также набирают, там, цифровые методики, набирают свой вес, поэтому вопрос к тому, как учить математику, конечно, очень и очень актуален. В рамках форума прошло пленарное заседание, с докладами выступили именитые ученые и профессора. Профессор Института цифрового образования Московского городского педагогического университета Сергей Григорьев отметил, что Казань является высокотехнологичным центром России, а также упомянул, что считает ее своей родиной, несмотря на то, что уже много лет живет в Москве. Кроме того, он рассказал, почему важно готовить будущих учителей математики. Я считаю, что Казань – это один из центров, если не самый высокий центр математической науки в нашей стране. Поэтому я думаю, что подготовка учителей имеет кумулятивный эффект. Если мы готовим учителей, тех, кто будет учить будущих математиков, и чем лучше мы будем готовить, тем лучше будут эти будущие математики. И в конечном счете эти ребята смогут развивать нашу науку. А математика – это основа всех наук. Пленарное заседание продолжилось обсуждением новых тем. В большинстве своем связанных с математикой в школах и более тщательной работой над учебниками. Доктор физико-математических наук Михаил Кирсанов рассказал о том, что ценность образования состоит в том, чтобы ставить задачи, а не учиться ради оценок. Некоторые студенты учатся. Получил пятерку, здесь одни пятерки, 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 но вроде неплохо. Прохожу домой, папа, мама, молодец. На самом деле во всем мире, но у нас это уже давно начинается, это связано с научной работой. Считают, слушай, сколько ты публикаций сделал до пятого курса. Некоторые наивные какие-то, нам ничего не задавали. Как не задавали? Ты сам сиди и пиши. А научная работа – это и есть результат образования, а не оценки по экзаменам. В завершение второго дня масштабного форума прошел мастер-класс от доцента кафедры теории и технологии — преподавания математики и информатики Института математики и механики имени Лобачевского, Марины Фолилеевой. Она рассказала студентам о частных случаях решения задач с параметром в школах. Завершающим стал мастер-класс «Интернет умных вещей» Александра Агафонова, заведующего кафедрой высшей математики и математического моделирования Института математики и механики имени Лобачевского. Не только в случае, мы просто берем то, что у нас есть при x, приравниваем к зону и находим, что это на самом деле а равно 0. Все, вопрос исчерпан. Значит, таким образом у нас таких случаев больше не будет. И значит, мы добегаем в путь его, что у нас во всех остальных случаях уравнение будет при всех остальных значениях параметров, линейных. А раз мы определили его вид, то, соответственно, мы выбираем соответствующий метод решения. Итак, второй, но не последний день завершился на полезной для участников ноте. И каждый смог найти для себя что-то важное и необходимое для продолжения своих исследований. Напомним, что организатором форума является Институт математики и механики имени Лобачевского и Научно-образовательный математический центр Приволжского федерального округа. Влада Голубева, Елизавета Газизянова, Николай Асуховский, Тимур Ахметов. Универ новости. Задумывались ли вы о том, как важно грамотное оформление аэропорта? Долгожданное путешествие начинается с открытия зеркальных дверей, ведущих прямиком в зону посадки. Как студенты и преподаватель Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета использовали интересные современные решения в дизайнерском ремонте бизнес-залов Международного аэропорта Казани. Расскажем в сюжете. Первый рейс Международного аэропорта имени Габдулы Тукая был выполнен еще 15 сентября 1979 года. Тогда ТУ-134 совершил полет по маршруту Казань-Сочи. Этот день и считается официальным днем рождения аэропорта. Изначальный дизайн со временем претерпел изменения для обеспечения более комфортного времяпрепровождения путешественников. Поэтому за разработку современного оформления взялись студенты Института дизайна и пространственных искусств. К нам обратился аэропорт с пожеланием преобразовать пространства, в которых пассажиры ожидают своего вылета. И мы начали с терминала 1А. Сейчас он уже реализован и функционирует. И на стадии подготовки и реализации проекта уже находится терминал 2, первый этаж, такая входная зона, и второй этаж, зона ожидания пассажиров. Первым проектом, реализованным студентами и их руководителем Еленой Денисенко, стало преображение бизнес-зала SkyLaunch, который расположен на первом этаже в международном секторе терминала 1А. Достаточно продолжительное время была у нас разработка проекта. Мы проводили все стадии согласования. Была разработана изначально концепция функциональной зоны, идеи по цветовому решению. Далее мы приступили уже непосредственно к работе с подрядчиком, который как раз-таки производил работу и выполнял на заказ выполненную мебель, формировал. И мы получили достаточно хороший результат. Можно увидеть реальные фотографии. Они практически не отличаются от визуализации. Многие даже переспрашивают, действительно ли это фото или это визуализация в программе. Новая интересная мебель, дополнительные разноуровневые светильники, металлические декоративные перегородки по авторским эскизам. Умелое использование зелени в интерьере. Это и многое другое помогло создать интересные дизайнерские решения. Главной задачей было создать комфортное для ожидания разноплановое пространство, где можно отдохнуть, попить кофе, поработать или побеседовать с друзьями. В терминале 1А у нас сформирована зона из кресел и диванов, где как раз-таки выходят на взлетно-посалочную полосу и на полосу, где ожидают самолеты, стоянка самолетов, что, конечно же, очень формирует предвкушающее ощущение от полета. После успешной реализации оформления международного сектора терминала 1А, дизайнерам из КФУ предложили осуществить ремонт в терминале 2. По-новому будет выглядеть входная зона, а также бизнес-зал на втором этаже. По словам Елены Денисенко, разработкой концепции вместе с ней занималась студентка третьего курса Ксения Кутявина, а с 3D визуализацией проекта помогла архитектор Алина Григорьева. Второй терминал мы изначально планировали только реализовывать именно зону ожидания для пассажиров. И там необходимо было преобразовать пространство, создать группы из мягких диванов и кресел, а также сформировать зону бара, так называемую зону, где можно что-то купить, заказать чай, может быть, немножко перекусить, и зону, где можно было бы поработать. Но впоследствии мы подумали о том, что было бы здорово еще преобразовать и пространство входной зоны второго терминала, потому что уже при входе мы получаем некую такую информацию, там находится стойка регистрации, там есть тоже небольшая зона ожидания, и таким образом мы плавно поднимаем людей на второй этаж, уже в зону ожидания их вылета. В проекте уже существуют различные зоны, комфортные для всех, от самых маленьких до самых больших путешественников. На первом этаже разместится ресепшн и зона ожидания с удобными диванами и креслами, а на втором – бар, где можно будет не только перекусить, но и поработать. Изначально мы планировали достаточно минималистичный стиль. Нам необходимо было соблюсти, во-первых, требования аэропорта по цветовому решению, по брендингу, и поэтому мы использовали их ключевые цвета. Мы внедряем туда цветовой акцент в виде коричневого, бежевого, добавляем дерево, и таким образом, конечно же, формируем более такое очень мягкое и такое располагающее комфорта пространство. Второй терминал сейчас на стадии реализации, и мы уже в активной работе с подрядчиками для того, чтобы предлагать решение, выбирать цвета и материалы. И я думаю, что уже в совсем очень ближайшее время действительно второй терминал будет реализован, и надеемся на то, что в дальнейшем это будет хорошим подспорьем для дальнейшей работы. Дизайнерское решение уже находится на стадии реализации, и в скором времени Казанский аэропорт засияет новыми красками. Алена Мухамедшина, Александр Антонов, Кристина Отекина, Универ Новости. Во время Великой Отечественной войны в Казанском университете трудился физик-теоретик, академик Российской академии наук и лауреат престижных премий Виталий Гинсбург. В стенах вуза было положено начало научным труда, которое многие годы спустя заслужили высочайшую мировую оценку. О человеке, чье имя навсегда вошло в историю, расскажем далее. Виталий Лазаревич Гинсбург родился в 1916 году в Москве. В 1938 году он стал выпускником физического факультета Московского государственного университета. В столицу Татарстана будущий лауреат Нобелевской премии по физике эвакуировался в военные годы. С конца июля 1941 года Гинсбург работал на физмате Казанского университета. Позднее здесь же защитил докторскую диссертацию, посвященную теории элементарных частиц. В свои 26 лет он стал самым молодым доктором наук. В стенах Казанского государственного университета Гинсбург начал исследовать сверхпроводимость. Впоследствии его труды получили высочайшую мировую оценку. Во время пребывания в Казани ученый посвятил себя не только науке, но и побывал на трудовом фронте. Например, зимой вместе с молодыми физиками рыл окопы и работал на строительстве оборонных сооружений. Гинсбург вернулся в Москву еще до окончания Великой Отечественной войны. Казанские улицы ученый увидел вновь лишь через почти 40 лет. В столицу Татарстана он прибыл в 1983 году, чтобы принять участие в первых заводских чтениях в Казанском университете. А в 2009 году ученому присвоили звание почетного доктора вуза. Виталий Гинсбург скончался в 2009 году после продолжительной болезни. Всего он стал автором порядка 400 научных статей и 10 монографий. Ученый работал над созданием термоядерного оружия, разработал квантовую теорию эффекта Вавилова-Черенкова и теорию Черенковского излучения в кристаллах. А в 2003 году был удостоен Нобелевской премии по физике за вклад в развитие теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей. Карина Саяхова, Универ Новости. В Институте физики Казанского федерального университета состоялись курсы повышения квалификации для студентов из Казахского государственного женского педагогического университета. В течение двух недель 17 магистрантов второго года обучения прошли курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования, управления научно-исследовательской и проектной деятельностью в физико-математическом и цифровом образовании. На этом все. В студии была Лилия Мухаммединова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова